Чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом в нашем крае, усилен контроль за соблюдением масочного режима. Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, на заседании Краевого оперативного штаба этап просьб и убеждений уже пройден. Теперь ежедневно на территории края и Славянского района осуществляются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением требований масочного режима. Рейдовые группы, в составе которых представители органов местного самоуправления, полиции, Роспотребнадзора проверяют исполнение требований в организациях потребительской сферы, транспорте, в общественных местах. С начала ноября было проведено более 10 рейдов. Выявлено 32 нарушения масочного режима как жителями, так и предпринимателями. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые направлены на рассмотрение в суд. Один из последних рейдов прошел по территории оптового рынка. Проверка показала, что продавцами масочный режим соблюдается. На прилавках есть средства дезинфекции. В случае необходимости покупателям выдают маски. Стараемся, соблюдаем маски, перчатки, дистанцию стараемся, чтобы немножко предохранить себя от болезни. К сожалению, покупатели проявляют меньшую сознательность. Есть те, кто продолжает игнорировать требования закона. Директор оптового рынка Сергей Фролов рассказал, что несмотря на убеждения и уговоры, встречаются граждане, принципиально не надевающие маски. Таким людям необходимо понимать, что своими действиями они в первую очередь ставят под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих. Кроме того, руководство предприятия, где выявлен факт нарушения масочного режима, будет привлечено к административной ответственности. По громкой связи мы стараемся оповестить, довести, по-хорошему людям объяснить, что это нахождение без маски может повлечь и понести за собой негативные последствия. Но люди стараются, кто-то с пониманием, кого-то приходится убеждать. Поэтому я думаю, что через какой-то промежуток времени, и уже, наверное, скорее всего, наступил, что люди поняли, что без маски уже ходить никуда нельзя. Число заболевших коронавирусом продолжает расти. Если весной многие не верили в существование инфекции, сейчас ее невозможно отрицать. Наверняка у каждого найдутся родственники, друзья, знакомые, кто уже сталкивался с этой болезнью. Кто-то вылечился, а кому-то так и не удалось ее победить. Берегите себя. И помните, медицинская маска – это самое простое и в то же время эффективное средство, чтобы обезопасить себя от заражения. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».